Всем привет! Сегодня у нас уже 25 ноября, буквально шесть дней назад закончилось лето, уже у нас осень, и мы снова я с Валентином, вот, едем покорять оставшиеся крепости Абшировского полуострова. У нас план покорения крепости Бельгия, но мы не знаем, где она находится, нам вместе с вами нужна будет удача, так что держим за нас кулаки, поехали! Итак, мы уже в Шаганинской деревне, несмотря на то, что светит солнце, все равно у нас прохладненько уже. Одной из главных достопримечательностей этой деревни является Шаганинская крепость. Башня в поселке Шаган была построена в период правления Шерваншахов в конце 12-го, в начале 13-го веков с целью обороны. Высота ее оставшихся развалин составляет не более 16 метров. Сеть века, отражавшей набеги врагов, борющаяся с природными катаклизмами данная башня, была полностью разрушена с землетрясением 1841 года, которое, к слову, стало смертельным приговором и для Макштагинской башни. Ввиду того, что развалины Шаганской башни не были под защитой государства, ее камни воровались и использовались в личных целях. Крепостные стены и башня были построены на одной из высоких точек поселка. Как и большинство крепостей Обширонского полуострова, данная крепость также была построена из белого камня. Раньше, до того, как развалины крепости оказались под надзором Министерства культуры, и перед тем, как начались быть восстановительные, ну так скажем, работы, задняя часть крепости находилась на территории собственности обычного гражданина. После восстановления получилось так, что крепость уже находится не на территории двора. Начатые Министерством культуры и туризма в 2014 году восстановительные работы позволили обнаружить на территории крепости несколько колодцев и подземный переход. С помощью этого перехода можно было за какие-то пару десятков минут слегка всю добраться до Мордокянской четырехугольной башни. Ну что же, по-другому, как посещение Шаганецкой крепости, конечно, оставить развалины, но радует то, что вот была облагорожена территория. То есть мы видели во время наших путешествий еще более разрушенные крепости, которые вообще никому не нужны. После того, как прошло несколько десятков минут, после проведенных оперативных мероприятий и поисков, мы наконец-то нашли крепость Бельгя. Главное отличие башни Бельгя состоит в том, что она не попадается на пути у каждого. Причину узнаете чуть позже. Информацию о башне еще как-то можно найти в интернете. А вот данные о ее точном местонахождении не знает ни один из мощных поисковиков нашего времени. Башня в Бельгя, так же, как и Шаганская, построена из белого камня примерно в конце 13-14 века. До наших дней дошли лишь развалины башни, которая была построена в оборонительных целях. Но долгое время использовалась как маяк. В темное время суток на вершине башни зажигались факелы, которые позволяли проплывающим мимо кораблям не заблудиться. Некоторые из-за этого ее называли башней Тонгал, что переводится как костер. Легенда гласит, что дым от зажигающих факелов можно было увидеть на вершине Романинской башни. А теперь вернемся к теме отличия бельгайской башни от других башен. Все дело в том, что ее еще можно как-то увидеть издалека, но вот подойти близко не получится. И мы впервые во всемирной паутине даем точные координаты этой башни в поселке Бельгя. Будем надеяться, что этими координатами воспользуются не только путешественники, но и работники Министерства культуры и туризма. И, наконец, начнут проводить восстановительные работы. Мы приехали в другую деревню Бельгинскую, Кюрдоханэ. И вот тут есть тоже разваленная башня. Она, так скажем, не строилась там на государственной руке, для защиты чего-то и так далее. А ее построил, по легенде, парень. Башня в поселке Кюрдоханэ, в отличие от всех оставшихся крепостей на территории Обширонского полуострова, была построена совсем недавно. По рассказам местных жителей, жил в этой деревне парень по имени Ямин. В один из дней он заболел смертельной болезнью. Жители деревни по своей доброте дают ему денег, на которые парень закупает камни и строит башню. Цель его была оставить хоть какой-то след в этом мире. Буквально какие-то два года назад она была еще в отличном состоянии. Ну, не в отличном, но так скажем, более привлекательным, чем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже находимся на территории одной из исторических частей города Попу. В старом городе. После выпуска Бардахианской крепости и так далее, многие писали, а что они сняли девичью башню и так далее. Вот мы направляемся в девичью башню. В северной части старого города находится четырехугольная башня, которая была построена в 14 веке, с целью сохранения крепости и крепостных стен, а также улучшения оборонительной системы. В средние века эти башни также использовались, как помещения для хранения оружия. Вот у меня в руках билеты в девичью башню. Вот, кстати, сама девичья башню. Про девичью башню столько уже снято видеоблогов, передач, написано статей, что мы уже не будем вам говорить всяких банальностей, типа смотрите и наслаждайтесь. Понятное дело, что девичья башня – заявочный план города Баку. Она как настоящий восклицательный знак стоит на территории старого города. Но скорее, девичья башня – это вопросительный знак. До сих пор нет четкого мнения, когда и для чего она была построена. Сегодня попытаемся ответить хоть на некоторые вопросы. Для начала давайте разберемся с функциональным предназначением башни. Для оборонительной цели она не подходит ни по каким канонам фортификации, потому что с тыльной стороны нет ни одной бойницы. Все бойницы направлены в сторону моря. Для постоянного длительного проживания она тоже непригодна. Кроме того, эксперты посчитали, что если разобрать пятиметровые каменные стены, то из камней, ушедших на постройку башни, можно было бы построить еще одну стену вокруг старого города. Это, согласитесь, было бы более полезно в целях обороны. Также есть предположение, что девичья башня – это древняя обсерватория, так как из ее узких окон видно было по одной из планет Солнечной системы. Но было бы глупо заявлять, что ее не использовали в целях обороны. Столица государства Ширваншахов развивалась, и 28-метровая высота башни уже позволяла превратить ее в титадель. Также ее потрясающая по тем временам высота позволяла использовать башню как маяк, дающий знак, проплывающий мимо корабля. О возникновении названий башни ходит много легенд. Самая популярная из них гласит, что Шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила Шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства Шах не изменил своего решения, и тогда девушка зашла на башню и оттуда бросилась в море. Именно на основе этой легенды в 1978 году был снят мультипликационный фильм «Легенда девичьей башни». Несмотря на свой солидный возраст, башня полностью оправдывает свое название. Толпы туристов стремятся побывать в этом обросшем легендами месте, проникнуться историческим очарованием и попытаться разгадать тайны каменной красавицы. Но, как истинная женщина, девичья башня не открывает своих секретов, и именно поэтому становится особенно притягательной для тех, кто любит неизвестность, покрытую тайной веков. Построенная период правления Шерваншахов, девичья башня стала не только символом Баку на долгие столетия, но и мощнейшим фундаментом для будущего развития города с точки зрения туризма. Здорово осознавать, что за это время ни природные катаклизмы, ни сменяющиеся политические режимы не нанесли ей урона. Ведь без девичьей башни столица Азербайджана, город Баку, в раз почувствовал бы себя осиротевшим. Ну что же, на этом наш сегодняшний день закончился. Мы покорили последние известные нам крепости Обширонского полуострова. Если, конечно, узнать еще о каких-то крепостях, присылайте Широту, Долготу, мы обязательно их посетим. Ну и не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на ваш смартфон при выходе новых видео. С вами покоряли крепости Валентины Мурат. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok